Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Амин. Дорогая община, дорогие гости, может быть кто-то присоединился в онлайне к нам, те кто присоединились, мы знаем, что многие присоединились. И по хорошей еврейской традиции мы рассматриваем очередной раздел Торы, который называется «Ваигаш», что в переводе означает «и подступил» или в синодальной версии «и подошел». Это Брешит или Бытие, 44 глава, 18 стих, 47 глава, 27 стих, главы 44-247. В этом отрывке завершается история встречи Иосифа с братьями, и он открывается им. Яков с семьей переезжает в Египет, Иосиф представляет его фараону. Египтяне продают Иосифу свой скот, землю и себя в рабство фараону. И вы знаете, я когда увидел, что, вернее понял, что сегодня последний комментарий уходящего года, и у меня появилось такое желание, чтобы что-то Господь нам проговорил именно для уходящего года, чтобы Он как-то помог нам понять его, может быть. Понятно, что нам Господь в каждом комментарии, Он всегда, не в комментарии, а в каждом разделе Торы, Он всегда что-то говорит в нашу жизнь сегодняшнюю. Но здесь у меня появилось желание, чтобы именно связано как-то с уходящим годом это было связано. Но он такой непростой был, знаете, такой нелегкий этот был год для всего мира, для всех стран. Ну, практически, наверное, можно сказать и для всех людей, потому что все эти карантины и так далее, оно сказалось на жизни каждого. И мне что-то хотелось вот увидеть. И тем более, что как раз заканчивается практически книга бытия, решительно она заканчивается. Ну, думаю, есть же, наверное, связь какая-то, да? И увидел несколько моментов, ну, из которых я поделюсь с вами двумя, ну, потому что есть время, оно ограниченное. Как я сказал, к этому времени мы встречаемся с семьей, ну, скажем так, с потомками Авраама, да, с семьей Иакова, и прошло 215 лет с того момента, как Авраам вышел, значит, из Харана. Ну, в данном случае из Харана. И впереди еще предстояло 215 лет, ну, я думаю, там, даже если шабусь, то ненамного. 215 лет пребывания в Египте до Первого Песоха. Такое, знаете, серединное, да, такое место. Поэтому, наверное, что-то там интересное Господь приготовил к нам. И мне было интересно, и здесь, смотрите, здесь встретились как бы три таких вот стороны. Это с одной стороны Иаков со своими переживаниями, да, потом Иосиф со своими переживаниями, и братья тоже со своими переживаниями. И их жизни к этому моменту, они тоже были нелегкими. Иаков к этому времени, с того момента, как он вышел из дома, шел 53 года. 53 года. И за это время он пережил 20 лет несправедливости в доме Лавана. Переживание, переживал встречу с Исавом, проблему с Диной, Симеоном и Левием, смерть любимой жены Рахили, пропажи Иосифа, которого считал погибшим 22 года. Ну, нелегкая жизнь. Поэтому, когда вот тоже в этой главе Иосиф представлял его фараону, он спросил, сколько тебе лет? Он говорит, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастные дни жизни мои. Ну, непростой был путь у отца нашего Иакова. Иосиф, его сын, был предан самыми родными людьми и продан в рабство. Несправедливое обвинение в доме Патифара. Многие годы в тюрьме, только через 13 лет он стал вторым лицом в Египте. Ну, судя по поведению братьев, прошедшие 22 года после расставания с Иосифом, они тоже прошли не зря. Они прошли в переживаниях каких-то. Знаете, я лично это вижу, в дальнейшем сделаю тоже намек, что они тоже переживали это время и свою несправедливость, которая по отношению к Иосифу. Потому что, смотрите, вот как… То есть мы видим, что три стороны и все, они переживали определенные трудности. И вот как они оценивают свою жизнь за этот период. Ну, братья Иосифа 22 года, Иаков 53 года. Иаков, это чуть ниже, это не в этом разделе, буквально сразу за ним. Иаков, говоря об этих годах, он говорит, «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Иаков говорит, «Бог, да, у меня в жизни было много чего, но Бог, он пас меня». Ну, об этом чуть ниже. «Иуда от имени братьев, продавших Иосифа в рабство, Бог нашел неправду рабов твоих». То есть они оценили, да, вот эти вот годы, да, не поняли причины. Бог нашел неправду. Иосиф, тоже пережив такую несправедливость, такие стрессы в своей жизни, он говорит братьям, «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Он послал меня перед вами, чтобы вас оставить на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». И так не вы послали, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыку во всей земле египетской. Я подумал, знаете, это хороший пример для нас, вот когда оценивать какой-то период, сложный период в нашей жизни, вот смотреть вот такими глазами, что это Божий промысел. Божий промысел. Имеется в виду Божье участие в нашей жизни. Я имею в виду непредопределенность в жизненных событиях нашей. Понимаете, кто-то из еврейских мудрецов, он сказал, все предопределено, точка, осталось только выбрать, точка. Понимаете, то есть не все, что в нашей жизни происходит, оно, как бы, знаете, оно для нас предопределено, у нас всегда есть выбор. Наша жизнь, сегодняшняя наша жизнь, она следствие вчерашних, позавчерашних, более ранних выборов нашей жизни. Но видеть, понимаете, нам надо научиться видеть не происки врага, пастырей каких-то, которые не помолились или что-то сделали, друзей, которые не так поступили, общины, не винить, а смотреть на все вот этими глазами, что Бог, Он ведет меня. Да, оно случилось, да, это плохо, но Он ведет меня, Он пасет меня. Яков был пастухом, знаете, и он знал, что такое пасти. Пасти – это значит, что наблюдать, водить на пажите, поить, лечить, направлять, наказывать, оберегать. Нам надо учиться этому пониманию, которое мы видим через жизни сегодняшних библейских героев. Знаете, я тоже был не чужд какое-то время, тоже понимаю чуть-чуть, что значит пасти. Я, будучи подростком, вырос, ну, лето проводил у бабушки, меня как подростка, меня привлекали, вот, пасти коров, да, у нас было стадо, 30-35 коров, достаточно небольшое. Вот выводишь на пастбище, а вокруг всегда луга колхозная, да, не луга, а поля. И там люпин растет и так далее. И вот часть коров там постоянно, она смотрит на этот люпин и как бы туда вскочить и наесться этого люпина. И вы знаете, мы больше всего боялись не то, что он там потолчет этот люпин, он колхозный, тогда это сами же понимаете, все колхозное, все мое, да. Просто так коровы они могли наесть этого люпина, и их бы раздуло. Им было бы вредно, мы спасали корову от самих коров. И у нас были такие хорошие дубиночки, такие коротенькие, и ты так с метров 30 мог кинуть и попасть в эту большую животину и, короче, спасти ее от себя, от этого обжорства, от всего вредного. Иногда такие вещи, они тоже происходят в нашей жизни, когда мы идем не туда, да, когда мы едим, условно говоря, глазами, ушами, да, в жизни общаемся не с ним, но мы едим вот это вот, да, то, что нам не полезно. И есть промысел Божий в том, что он ведет, он хранит, он оберегает, если надо, наказывает, говорит. Этим коровам я хочу сказать, что иногда одной крикнешь, да, и она убегает, достаточно. А другой надо было попасть, а некоторым несколько раз надо было в этой дубинкой попасть, чтобы она вышла оттуда, понимаете? Как-то я понимаю, что мы не коровы, но что-то такое в жизни животных, оно напоминает нам, да? Вот. То есть мы говорим, что Бог, он посет нам, и еще, смотрите, он говорит, я ездим пастырь добрый, а пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, который умцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, волк расхищает овец и разгоняет. Наемник, ему все равно, ешь ты там, не ешь ты там, да, раздует тебя, не раздует, разорвет, не разорвет, вот наемнику ему все равно. Пришел, говорит, я не наемник, я добрый пастырь, я хочу участвовать в вашей жизни, амен, амен. Я ездим пастырь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня, я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Это мы сегодня пели о любви, да, вот Божьей, и мы говорим, Боже, как это познать? Итак, сюда добавлю еще, может быть, одну мысль царя Соломона из Экклезиаста. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое, если делал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. О чем я хочу сказать? Что если мы будем размышлять, то есть размышлять, это значит обдумываться, углубляться умом, вникать в себя и в учение, да, когда мы будем смотреть на события в своей жизни, друзья, мы ничего не скажем против Бога, если размышлять. Если не размышлять, а сразу быстро находить ответы, этот виноват, они виноваты, эти, 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 все, ответы есть, это не размышление. Это не то, не об этом сегодня я хочу сказать. Нам надо научиться размышлять в свете Писания, да, в свете того, что нам подсказывают наши служители о нашей жизни, когда они ведут разговор, да, в свете того, что Бог говорит в молитвах в наше сердце, когда Он обличает нас в какой-то неправде, да, в тьме в нашей жизни. Вот нам надо различать. А Бог, Он всегда любящий, Он всегда праведен, Он пасет в нас. Слава Ему! И еще одна мысль, еще одна мысль, у меня есть несколько минут, она будет полезна нам при рассмотрении, как бы вот, итогов уходящего, не то, что итогов, знаете, а вот просто уходящего года, да, такого, как мы говорим, непростого, это же все признают, все об этом говорят, вот, уходящего 20-го года. Я взял ее из слов Иуды, когда человек Иосифа догнал братьев и обвинил Вениамина в том, что он украл чашу. Ну, этого не было, Иосифа была там задумка для разговора с братьями. И человек сказал, что за это его оставят рабстве. И вот смотрите, что Иуда сказал посланцу Иосифа. Он говорит, что отец не хотел Вениамина отпускать. Он говорил, ну, это Иуда говорит, он говорил нам, если из сего, то есть Вениамина возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я, то есть это уже слова Иуды, если я приду к рабу твоему отцу нашему и не будет с ним отрока, с душой которого связана душа его, выделяю, да? Он видит, что душа, и то он, увидев, что нет отрока, умрет и сведут рабы твои седину, раба твоего отца нашего с печалью во гроб. И так пусть я раб твой вместе отрока, останусь рабом господина, и отрок пусть идет с братьями моими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое бы постигло отца моего. Речь Иуды, она пронизана любовью к отцу. Скажите, 22 года назад, когда они продавали, хотели убить сначала, да, продавать, они думали о своем отце? Да нет, конечно. Они не ценили. Ну, знаете, с одной стороны, можно, скажем, понять, потому что старшему из них тогда было 23 года, чтобы вы понимали. Это были мальчишки по тем временам вообще. Но тем не менее, уже не совсем и мальчишки, тоже что-то уже было, какое-то понятие о добре и злее. Но они тогда вообще не думали об отце. Они были ослеплены своими амбициями, своей обидой на то, что выделили брата. Да не готовы его были в порошок. А теперь Иуда говорит, пожалуйста, мы так ценим отца, мы так ценим отношения с ним, мы так ценим, что он живет, он так нужен нам, что мы просим тебя, лучше я останусь в рабстве, ну, пожалуйста, только чтобы отцу нашему не пострадать. Это для меня послужило, я хочу передать вам вот эту вот, знаете, мысль о ценности отношений. Ну, не только семейных отношений, друзья. Община – это же тоже семья. Мы провозглашаем это, мы говорим, да, это семья. И очень важны отношения. Отношения – это то, для чего был создан человек, друзья. Как только был создан человек, сразу же возникли отношения с Богом, да, потом муж, жена, потом дети. И первое, на что дьявол ополчился – на отношения. И когда пришел грех, он что разрушил, друзья? Он разрушил отношения. И вся Библия, она говорит только об одном. Она говорит о восстановлении, отношений. Человека с Богом, мужа и жены, потому что там взаимное обвинение, да, детей и родителей, вот, братьев и сестер, вообще людей. О восстановлении, восстановлении отношений. И то, что происходит сегодня, да, вот это же, это же тоже, согласитесь, это атака на отношения. Это атака на отношения. Я не говорю там о каких-то ограничениях разумных, да, которые правительство, Минздрав там печется о нас. Но вы поймите духовную сущность, да. Это атака. Разобщить, дистанцировать, сделать все для того, чтобы отношения стали виртуальными. Пожалуйста, виртуальных отношений до утра, день и ночь. Имейте виртуальные отношения, но не человеческие. Да, почему? Это вредит. Друзья, мы должны понимать, откуда это сходит. Нам важно, важно, понимаете, вот увидеть вот эту ценность отношений, нам важно культивировать ценность отношений в нашей общине и найти вот, знаете, культуру отношений, да, то есть как в этих условиях, как строить наши личные, человеческие отношения, да, между собой, для того, чтобы и любовь между нами возрастала, и для того, чтобы мы могли явить и Шоа, и друг другу, и всему миру. И да будет благословен наш Господь, научающий нас, ведущий нас тем путем, который нам должен идти. Слава Ему! Слава Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха.